Код неисправности OBD2 – техническое описание, высокий уровень сигнала в цепи управления системой впрыска вторичного воздуха, что означает P2260. Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее. Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mazda, BMW, Ford, Dodge, Saeb, Range Rover, Jaguar и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Когда P2260 был сохранен, это означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил высокое напряжение в цепи управления впрыском вторичного воздуха, обозначенной B. Обратитесь к руководству по ремонту конкретного автомобиля, чтобы определить местоположение B для вашего приложения. В основе системы впрыска вторичного воздуха лежит насос с ременным приводом или электрический, насос нагнетает окружающий воздух в выхлопную систему двигателя с целью снижения выбросов. Термостойкие шланги на основе силикона используются для снабжения насоса холодным окружающим воздухом. Окружающий воздух фильтруется перед тем, как он будет всасываться через корпус воздушного фильтра или корпус удаленного впускного отверстия. Специально разработанный для системы впрыска вторичного воздуха, окружающий воздух закачивается в выхлопную систему через высокотемпературные кремниевые и стальные трубопроводы, прикрепленные к портам в выхлопных трубах, и в каждый выхлопной шланг встроены односторонние обратные клапаны. Чтобы предотвратить попадание конденсата в насос и нарушение его работы, эти клапаны регулярно выходят из строя. PSM управляет работой насоса впрыска вторичного воздуха в зависимости от температуры двигателя, оборотов двигателя, положения дроссельной заслонки и т.д. Факторы меняются в зависимости от производителя автомобиля, если PSM обнаруживает чрезмерное напряжение в цепи управления системы впрыска вторичного воздуха B, код P2260 будет сохранен, и загорится контрольная лампа неисправности, MIL, для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания, с неисправностью, компоненты системы впрыска вторичного воздуха, каков серьезность этого кода неисправности. Условия, которые способствуют сохранению кода P2260, могут привести к повреждению насоса впрыска вторичного воздуха, по этой причине данный кодекс следует отнести к категории серьезных, каковы некоторые симптомы кода. Симптомы кода неисправности P2260 могут включать, отключена система впрыска вторичного воздуха, никаких явных симптомов, может не проявляться, своеобразные шумы из моторного отсека, каковы некоторые из распространенных причин, кода. Причины появления этого кода могут включать, перегоревший предохранитель, и обрыв или короткое замыкание в цепях управления, обрыв или короткое замыкание двигателя насоса, неисправный PSM или ошибка программирования PSM, вам понадобится диагностический сканер, цифровой вольт, О-метр, DVOM, и источник надежной информации о транспортном средстве, чтобы точно диагностировать код P2260, вы можете сэкономить время, выполнив поиск бюллетеней технического обслуживания, TSB, которые воспроизводят сохраненный код, транспортные средства, год, марку, модель и двигатель, и отображаемые симптомы, эту информацию можно найти в источнике информации о вашем автомобиле, если вы найдете правильный TSB, он может быстро решить вашу проблему, после подключения сканера к диагностическому порту автомобиля и получения всех сохраненных кодов и соответствующих данных стоп-кадра запишите информацию, на случай, если код окажется прерывистым, после этого очистите коды и проведите тест-драйв автомобиля, пока не произойдет одно из двух, код восстанавливается или PSM переходит в режим готовности, код может быть труднее диагностировать, если PSM переходит в режим готовности в этот момент, потому что код является прерывистым, состояние, которое привело к хранению P2260, возможно, должно ухудшиться, прежде чем можно будет поставить точный диагноз, если код восстановлен, продолжайте диагностику, вы можете получить виды разъемов, схемы контактов разъемов, схемы расположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к соответствующему коду и транспортному средству, используя свой источник информации об автомобиле, выполните визуальный осмотр соответствующей проводки и разъемов, отремонтируйте или замените перерезанную, жаженную или поврежденную проводку, используйте DVOM для проверки управляющего напряжения системы вторичного впрыска воздуха на соответствующем контакте разъема, если напряжение не обнаружено, проверьте предохранители системы, при необходимости замените перегоревшие или неисправные предохранители, если обнаружено напряжение, проверьте соответствующую цепь на разъеме PSM, если там не обнаружено напряжение, подозревайте разрыв цепи между рассматриваемым датчиком и PSM, если там обнаружено напряжение, заподозрите неисправный PSM или ошибку программирования PSM, в автомобилях, эксплуатируемых в экстремально холодных климатических условиях, часто выходит из строя насос подачи вторичного воздуха из-за замерзшего конденсата. Продолжение следует...